Миллионы россиян теряют работу. Бизнес убегает из России. Полки магазинов медленно, но уверенно пустеют. Российские солдаты десятками тысяч гибнут на войне, которая нужна лишь одному человеку — Путину. Именно его больные фантазии о мировом господстве окончательно загнали Россию в международную изоляцию. Но мантра, будто Россия всегда была миротворцем и освободителем — это миф, который легко разрушить. Достаточно просто вспомнить историю. 14 августа 1992 года началась война в Абхазии, одном из регионов Грузии. Конфликт вспыхнул после того, как Верховный Совет Абхазской Автономной Республики провозгласил независимость. Госсовет Грузии отменил это постановление и принял решение о вводе в Абхазию сил национальной гвардии. Именно поэтому конфликт всегда было принято считать внутренним. Но так ли это на самом деле? Что касается Абхазии, то Россия, кремлевское руководство, точнее, еще даже союзное, противодействуя распаду СССР, создала целый ряд напряженных участков, напряженных территорий, в которых возникали инспирированные Москвой различные течения насильственного характера, с тем, чтобы ослабить практически каждую из 15 республик Советского Союза. Очевидно, что Советский Союз пытался Москва, Кремль, а потом Россия, пытались использовать Абхазию для того, чтобы иметь на крючке Грузию. А чтобы Грузия оставалась зависимой от Москвы, чтобы она не могла проводить сколько-нибудь независимую политику и фактически таким образом утверждить в регионе влияние Москвы. По мнению экспертов, была и другая причина войны между Грузией и Абхазией. Военная разведка, военное руководство и Ельцин, которые пытались таким образом запугать собственные регионы сепаратизмом. То есть они специально подогрели против Грузии, устроили массовую резюнью грузин. Это была вот такая акция запугивания в отношении республик типа Татарстан, Башкорстан, плюс Саха, республика, которые там уже начали немножко волноваться. И пошли разговоры, что надо выходить из состава АРМ. Действительно, противостояние в Абхазии разворачивалось на фоне гражданской войны в Грузии, вспыхнувшего между сторонниками свергнутого в январе 92-го года президента Звиады Гамсахурдия и силами, подчинявшимися Госсовету Грузии во главе с бывшим министром иностранных дел Советского Союза Эдуардом Шеварнадзе. Возникает логичный вопрос. А разве можно быть уверенным, что Россия действительно причастна к конфликту? Где доказательства? Они есть. Фактически, с грузинскими вооруженными формированиями воевал 345-й парашютно-десантный полк, который был дислоцирован в Гудауте, в военной базе. Он там дислоцирован еще до начала войны, когда этот полк десантный штурмовой был переброшен с Афганистана при выводе войск, и там разместили специально в Гудауте, на территории Абхазии, потому что уже тогда инспирировались вот эти внутренние конфликты на постсоветском пространстве. В войне принимала участие не только российская регулярная армия. Абхазов в этих формированиях против Грузии, абхазских формирований, принимало участь только 10%. Туда же еще подключились то, что мы видим, кадыровцы у нас. Туда подключились конфедерация так званых северокавказских народов. Был сформирован чеченский батальон Шамиля Басаева. Плюс армян на территории, этнических армян на территории Абхазии. Был сформирован батальон Баграмяна. И все это происходило, боевые действия под руководством Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Но возникает и другой интересный вопрос. Откуда абхазы взяли деньги на северокавказских наемников? Финансирование больше десятка тысяч так называемых добровольцев — это миллионы, которых у абхазского руководства не было. Эксперты уверены, финансирование шло из Москвы. Ведь кроме человеческой силы и финансирования Абхазии, Россия помогала и военной техникой. В грузинском регионе, в котором в принципе не было ни организованных военных формирований, ни авиации, вдруг оказалась новейшая техника советского производства. Буквально как у шахтеров и трактористов Донбасса в 2014 году. Когда началось наступление, прорыв под Гудаутой, там же шарванула вся мощь российской артиллерии. Грузинские власти не имели на это противостояния, никакого. В Абхазах никогда не было своей артиллерии максимума. Они могли получить какие-то там украсили, закупить или где-то заполучить гранатометы. Все, это был максимум. Мощнейшие гаубицы сравняли с землей основные грузинские позиции. К концу 92-го года грузинско-абхазская война приобрела позиционный характер. В противостоянии стороны не могли одержать победу. Поэтому после длительных боев в Сочи подписали соглашение о временном прекращении огня, в котором Россия выступила в роли гаранта. Согласно договору, Грузия сдала тяжелое вооружение. Тоже должны были сделать Абхазы. Но вместо этого, опираясь на поддержку наемников и российских военных, они пошли в наступление. Это напоминает ситуацию в нынешней российско-украинской войне, где Россия обещает зеленые коридоры для эвакуации мирного населения, а затем безжалостно расстреливает колонны автомобилей с женщинами и детьми. Что делали российские войска? Они заняли господствующие высоты и начали методически расстреливать Сухуми. Прежде всего, жилые дома. То, что сегодня они делают в Мариуполе, в Харькове и так далее, это точно та же тактика. То есть они там применили в отношении Сухуми тактику выжженной земли. Но защитники Сухуми держались, и это было, в общем-то, очень тяжело было его взять. Но давайте представим, как бы сложилась судьба Грузии и ее автономного региона, если бы не вмешалась Россия. Если бы Россия не вмешалась в конфликт между грузинами и абхазами, точнее, не разжигала этот конфликт, скорее всего, он бы свелся к образованию какой-то автономии серьезной, абхазской автономии в середине грузинского государства. То есть они на основе своих каких-то своих кавказских обычаев, они бы договорились существовать, сосуществовать, точно так же, как грузины и абхазы сосуществовали тысячелетия до того. И, очевидно, к какому-то такому варианту сожительства абхазы с грузинами рано или поздно пришли бы. Без войны, без всякого кровопролития. В грузино-абхазской войне погибло около 8 тысяч человек. Еще 18 тысяч получили ранения. Сильно пострадали города Сухуми, Гагры и другие. Почти половина населения довоенной Абхазии были вынуждены покинуть свои дома. Все грузинское население вместе с этими вооруженными формированиями предприняли бегство со всей территории Абхазии. И таким образом Грузия получила более 200 тысяч грузинских беженцев, которые бежали с территории Абхазии. Потому что вот эти чеченцы, все эти кавказцы, да, они просто вырезали грузин там в Абхазии. И возглавляла это российские военнослужащие. После разгромного поражения грузинских сил для разделения сторон в зону конфликта были введены так называемые коллективные миротворческие силы. Но по сути это была легализация российских войск на территории Абхазии, которые и так уже находились там. Новое соглашение между Россией. Было подписано соглашение между Россией как гарантом безопасности и грузинскими властями. Что предполагало это соглашение? Ну, снова признание территориальной целостности Грузии, как преамбуле, вот, как фиговый листочек. Далее, полное выведение грузинских войск, да, установление демилитаризованной зоны по линии по реке Ингури, это административная граница. И переведение 345-го парашютного полка в миротворческие силы, односторонние миротворческие силы, которые заняли позиции по реке Ингури и стали выполнять задачи пограничной службы и Министерства вооруженных сил Абхазии. Они получили мандат не от Организации Объединенных Наций, они получили мандат от Содружества Независимых Государств. О, СНГ им дало такой мандат, хотя никакими они миротворцами не были. Какие исторические выводы можно сделать? СНГ, так называемый Союз Независимых Государств, был, по сути, попыткой реанимации СССР. И Россия успешно использовала его как ширму для прикрытия своей захватнической политики. Но главное, Россия нигде и никогда не была миротворцем и освободителем. И не будет.